Уже вся страна больше месяца наблюдает за этой дискуссией, но давайте признавать правду. Сегодня не уголь на Донбассе блокируется. Сегодня, по сути, блокируется возможность политико-дипломатическим путем урегулировать конфликт на Донбассе и остановить эту агрессию. Сегодня мы живем в тех условиях, когда нужно сделать два выбора. Один выбор плохой, второй выбор еще хуже катастрофы и руины. Подробнее. Начну со второго. Выбираем катастрофу и руины. Идем на изоляцию Донбасса. Полную блокаду. Прекращаем все возможные связи с той территорией, которая является неотъемлемой частью Украины, но временно оккупирована боевиками и приверженствами Путина. Что происходит? Загибаем пальцы. Путин объявляет, что Украина против своей территории, против своих граждан объявила чуть ли не геноцид и объявляет на этой территории гуманитарную катастрофу. Что происходит с второй? Секунду. Он и так все оголошает. Секунду. Алексей, Сергей, имейте возможность выслушать, потому что я вас внимательно слушаю. Что происходит дальше? Путин после этого объявляет Украину, продолжает конкретными фактами, что происходит геноцид в отношении людей, мирно проживающих там. И выходит из Минского процесса и говорит о том, что санкции нужны не к России, а в отношении Украины. Потому что это Украина нарушает Минский процесс. Что происходит дальше? Те шахтеры, которые сегодня трудятся на предприятиях, которые платят в украинский бюджет, на украинских предприятиях и в украинский бюджет платят 32 миллиарда гривен в прошлом году. Но вы знаете, мне кажется, здесь даже дело не в том, что они платят наш бюджет, а в том, что это единственный способ их заработка. А берут в руки автоматы, нет хорошего дела, там они работают. А берут в руки автоматы и идут куда? Пополняют ряды так называемых боевиков и ополченцев. А параллельно в Украине энергетический коллапс, параллельно в Украине стагнация экономики, параллельно в Украине в это время происходит волнение людей, потому что будет останавливаться предприятие. И в Мариуполе, и в Артемовске, и в Днепре, и во многих других. Есть второй вариант. Есть второй вариант. Я еще раз хочу подчеркнуть, он не самый лучший, но он единственный.